В городе стояла теплая летняя ночь. Каникулы были в самом разгаре. Лёшка опять остался ночевать у своего друга, и в такие дни они часто стояли на балконе, чтобы просто поговорить и подышать свежим вечерним воздухом. Благо балкон выходил прямо из спальни его друга. Смотри, таких окон становится всё больше. Ага, мне бабушка говорила про них. Ни в коем случае нельзя ставить такие же лампы дома. Они меняют людей до... Ха-ха, это же специальные лампы для растений. Сначала для растений, потом сам человек становится как растение. Бабушка говорила... Ха-ха, Серёга, ну ты даёшь. Серёжка решил глянуть в бинокль. Вдруг и вправду его бабулька опять придумала какую-то байку и просто припугнула его, чтобы тот убрал свои игрушки и ложился спать. Серёжка не на шутку, испугался. Он бросил бинокль на пол и забежал в квартиру, громко закрыв балконную дверь. Кто это был? Неужели и вправду бабушка была права? Лёша подумал, что должно быть, Серёжа устал, ведь он был младше его аж на два года и поэтому совсем не поверил его словам и просто предложил спать. Прошло недели две после этого и Серёжа как-то пошёл к своему другу, чтобы забрать книгу. Дверь открыл Лёша. У него был довольно уставший и невыспанный вид. Ты где пропадал? Ты обещал вернуть книгу ещё десять дней назад. Заходи. Идём ко мне в комнату. Я что-то должен тебе сказать. Серёжка прошёл в коридор и сразу почувствовал странный запах в квартире. Как будто её не проветривали много-много дней. Воздух был застоявшимся. В квартире царил полумрак. Когда они проходили по коридору, он заметил едва прикрытую дверь в комнате родителей. Из-под неё тонкой полоской на полу светил яркий фиолетовый свет. Дыхание перехватило, но Серёжка всё на каком-то автомате шёл за другом. И они зашли в его комнату. Лёша закрыл за собой дверь и схватил его за плечи. Слушай, ты был прав. Мои родители, они купили эту лампу и теперь я их совсем не узнаю. Они запрещают мне открывать окна и выходить на улицу. Они перестали мне отдавать еду и сами тоже не едят ничего, а только смотрят на эту лампу. Как хорошо, что ты пришёл. Они просто целыми днями стоят возле этой лампы и ничего не делают. Мне нужно... Тут дверь в комнату зашевелилась. Она задвиглась из стороны в сторону, пока двое друзей не услышали голос Василисы Викторовны. Лёша, милый, почему ты закрылся? К тебе кто-то пришёл? Прячься сюда. Серёжка лежал под кроватью и боялся лишний раз двинуться. Он затаил дыхание и ждал, что будет дальше. В комнату зашла мама Лёшки. Её ноги были бледными и худыми. Он слышал, что они говорили. Не закрывайся от нас, Лёша. Мы ведь тебя любим. Я подумал, что к тебе кто-то пришёл в гости и стала переживать. А нет, всё хорошо. Я сейчас спать. Да, конечно, спать. Ах да, Лёша. Мы приготовили тебе сюрприз. Сюрприз? Папа, покажи. В комнате включили свет. Он был ярко-фиолетового цвета. Сердце от страха готово было выскочить из груди. Серёжка лежал и старался дышать как можно тише. А кто это у нас тут? Это был обычный учебный день. На улице было тепло и солнечно, а в школе вовсю кипела учёба. Двое друзей после уроков встретились в коридоре, чтобы немного поговорить. Макс, ты чё такой грустный? Смотри, чё у меня есть. Да, так. А чё это? Да это ужастик, новинка. Ты же любишь ужасы. Крепоту там всякую. Стас протянул ему синюю кассету. Ну вот, вчера дали на рынке, сказали, жуткий фильмец. Я сам ещё не смотрел. Давай ты первым будешь. Ты не смотри, что она да подобная такая. Вроде у тебя есть видак. Завтра принеси, я тоже хочу глянуть её очень. Уже вечером у себя дома Максим удобно сел перед телевизором и вставил синюю кассету в видеомагнитофон. Телевизор зашипел и запрещал. Казалось, этой записи на плёнке уже лет 20. Какой новый фильм. Сначала на экране ничего не происходило. Мелькали какие-то странные кадры и знаки. Но потом... На экране появилась она. Жуткая тварь с длинными локонами лохматых волос. Кривыми зубами, белыми мутными глазами и раздвоенным языком. Она не просто смотрела на Максима, а она, казалось, следила за ним. За всеми его движениями. Так продолжалось минут пять, пока в комнату не вошла мама. Максим, что это ты такое смотришь? Выключай эту ерунду и идём ужинать. Макс не сразу смог нажать на кнопку стоп, как будто что-то удерживало его. Что это за ерунда? Но всё-таки выключил видеомагнитофон и убрал кассету в рюкзак. На следующий день они вышли на улицу, попинали мяч и сели во дворе дома на скамейку. Стасу очень было интересно узнать, как там фильм, который он ему подогнал. Ну как, глянул? Спросил Стас. Да ерунда какая-то. Вся кассета, это какая-то сумасшедшая старуха, смеётся в кадре и всё. Сначала я испугался, а потом понял, что это просто какая-то шутка. Блин, извини, я не знал. Я дам её обратно этому продавцу. Ну, сначала сам тоже гляну, что там за фигня. О, смотри, твоя мама. Ладно, я пойду. Всё равно, наверное, тебя сейчас позовут ужинать. Они распрощались с другом, и Макс пошёл к дому. Ближе к подъезду он ещё раз глянул на балкон и обомлел от ужаса. Это была не его мама, а та самая страшная женщина с видеокассеты. Максим, домой! Это произошло ещё в далёком 93-м году. Молодая парочка отправилась в лес на пикник, чтобы разбавить свою скучную городскую жизнь. Теперь кругом были только деревья, горы и чистый воздух. Они шли уже почти два часа по лесной тропе, и каково же было удивление Марии, когда она увидела что-то похожее на фонарный или городской столб в самой глуши леса, на верхушках деревьев. Она сразу же окликнула Тома, чтобы тот глянул тоже. Но когда он посмотрел туда, то ничего такого уже не было видно. Никакого столба, никаких признаков цивилизации, что и сказал потом Том. Немного постояв с некоторым смятением, Томас и Мария двинулись дальше. Видимо, она уже переутомилась, и нужно было искать место для ночлега. Быстро поужинав бутербродами и консервами, они легли спать. После города ночью, лесная тишина казалась им какой-то фантастической. Звуки сверчков, шелест листвы и завывание ветра на самых верхушках деревьев Совсем не мешал им, а даже как-то успокаивал и настраивал на крепкий и здоровый сон. Вдруг в тишине мы услышали звук. Звук какого-то приемника или громкоговорителя. Он был очень громкий, набор каких-то бессмысленных сигналов или слов. Томас сделал предположение, что это могут быть какие-то туристы с громкой стереосистемой. Потом они услышали шаги. Громкие, глупые шаги совсем рядом с палаткой. Хруст веток и стволов деревьев давали представление об этом громадном и по своим размерам существе. Томас и Мария затеяли дыхание. Что-то остановилось возле их палат. Внезапно огромная, пепельно-рыжего цвета рука, больше похожая на какую-то оглоблю, влетела в палатку и схватила Мари. В то же мгновение ее вытащили из палатки и уволокли в темноту ночного леса. Томас сначала не успел даже сообразить, что случилось. Так все это быстро произошло. Выйдя из палатки, он звал ее по имени, но ничего больше не было слышно и видно. Фонарик и два пробивал толщу ночной лесной мглы и бегал из стороны в сторону по стволам спящих деревьев. Вдруг он что-то заметил. Это было не дерево. Что-то огромное стояло в 50 метрах, абсолютно не двигаясь. Потом резко двинулось в его сторону. Оно схватило его за ту и еще сжало так, что нечем было дышать. Он опять услышал жуткий звук сирены и каких-то отрывков голосов с радио. Существо стало поднимать его на огромную высоту и тут он увидел полностью, кто это был. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а SCP-096 скромник SCP-096 гуманоидное существо ростом приблизительно 2,4 метра Как правило, SCP-096 чрезвычайно спокоен Датчики давления в камере, где он содержится, указывают, что он проводит большую часть дня, прохаживаясь вдоль восточной стены Однако, когда кто-либо видит лицо SCP-096, будь это непосредственно на видеозаписи или даже на фотографии, он приходит в состоянии крайнего эмоционального переживания Приблизительно через 1-2 минуты после первого просмотра SCP-096 бежит к увидевшему его лицо Далее обозначается как SCP-096-1 Эксперимент 096-1 возглавляет доктор Дэн Цель – протестировать способности SCP-096 во время получения законченного изображения внешнего вида Ди-9031 – 32-летний осужденный, в прошлом художник-татуировщик Помещен в батискав 303А, который затем погрузился в жилоб Тонго у побережья Новой Зеландии Его расположение находится примерно в километре от временной камеры содержания SCP-096 в зоне Ниже следующая запись была сделана при помощи устройства видеонаблюдения внутри батисферы 303А и передавалась пункт контроля доктора Дэна на островной части Новой Зеландии Батискав 303А достигает целевой глубины 10800 метров Остановилась Что теперь? Вы хорошо себя чувствуете? Нет тошноты или чего-то еще? Уши болят Этого следовало ожидать Теперь по левой руке от вас должен быть стальной контейнер Откройте его Там будет папка с некоторыми фотоснимками Откройте ее и опишите первый снимок, пожалуйста Откройте ее и опишите первый снимок, пожалуйста Откройте ее и опишите первый снимок, пожалуйста Ничего, здесь пустая камера Спасибо, пожалуйста, положите эту фотографию лицом вниз в хранилище справа от вас И посмотрите на следующую фотографию Та же самая камера, но тут есть... Думаю, это нога Опишите её, пожалуйста Бледная и костлявая, страшноватая на вид вообще-то Положите фотографию в хранилище лицом вниз и посмотрите на следующую Окей... Твою мать! Напишите эту фотографию Это я не знаю, какой-то засранец шуткий Пишите фото, пожалуйста Чёрт мужик, он... он бледный, глаза белые и со ртом творится какая-то фигня Что это за чертовщина такая? В этот момент около 13.32 по стандартному времени доктор Дэн и руководство эксперимента Были оповещены, что SCP-096 разрушил место своего содержания Кратчайший путь до SCP-096-1 был очищен от гражданских лиц и любых устройств, способных получать изображение С этого момента SCP-096 отслеживается спутниками через зашейник с устройством слежения Справа от вас должен быть ещё один стальной контейнер Откройте его Здесь лист бумаги и карандаш Да, пожалуйста, зарисуйте то, что вы увидели Что? Какого чёрта? Что? Какого чёрта? Я закончил Хорошо Положите рисунок в хранилище и закройте контейнер Набросок покидает батискав-303А в водонепроницаемом плавучем контейнере Остальные фотографии сжигаются в бордовом мусоросжигателе Что теперь? Пожалуйста, подождите Установлено, что SCP-096 находится над местом расположения SCP-096-1 и ныряет в воду Ответный сигнал обрывается на глубине 9339 метров, когда давление выходит за эксплуатационные пределы устройства Камера показывает, что батискав слегка покачивается По реакции SCP-096-1 можно предположить, что объект находится на корпусе и его можно видеть через иллюминатор Что за... Что за... Что за... Что за... Видео и аудио связь обрывается, так как корпус батискафа-303А поврежден SCP-096 возвращен обратно спасательной командой Fox-303А без инцидентов Набросок SCP-096 также был сохранен И быстрый тест не подтвердил никакой агрессивной реакции от объекта Зарисовка корпусного управления экспериментами в Новой Зеландии, в то время как SCP-096 перемещен в место постоянного содержания Молодого человека доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии Врачи боролись за его жизнь, но его беспечность сыграла основную шутку Не пристегнутый ремень и как результат многочисленные травмы, практически несовместимые с жизнью Чудес не бывает Каковы его шансы? 50 на 50 Состояние крайне тяжелое Он очнулся в прекрасный солнечный день, вокруг никого не было Только открытое окно и пение птиц во дворе больницы Он позвал медсестру и Майю, так звали его жену Но ни той, ни другой не было рядом Это не укладывалось в голове Почему никого нет? Где все? Он встал на удивление быстро и легко И решил позвать на помощь кого-нибудь с коридора Он открыл дверь и оттуда повеяло холодом Здесь все было по-другому Никого Абсолютная тишина Только шум лампы и полная давящая стерильная тишина Он вышел в этот мертвый коридор Ничего не было слышно Даже отдаленных звуков с других палат Его ноги как будто сами куда-то шли Он не понимал что происходит и куда он придет Но все шел и шел по этому бесконечному коридору Он свернул налево И вел к большим увесистым алюминиевым дверям За этими дверями было то К чему он так долго шел Возможно подсознание подсказывало ему Что он что-то там забыл Может там телефон Тогда он сможет позвонить домой Но это была совсем другая комната Морг с кучей морозильных камер И большим столом посередине На столе кто-то лежал Ноги опять пошли туда сами Что происходит? Кто это? Кто это? На столе лежало его собственное тело Каковы его шансы? 50 на 50 Состояние крови тишины Девочка Люба боялась ложиться спать Каждый раз мама перед сном читала ей сказки Целовала в лоб И уверяла что никого в ее комнате нет Но она то знала Она видела Пальцы Черные длинные сухие пальцы Вылезали то из под кровати То из под шкафа А иногда из-за двери И она слышала Чье-то тяжелое дыхание За ней И вот в очередной раз Мама прочитала сказку Пожелала спокойной ночи И выключила свет И снова ночью Люба разбудил скрипучий звук Кто-то шарковый шумел в ее темной детской комнате Она открыла глаза И стала всматриваться в темноту Из-за двери появились 10 страшных длинных пальцев Черных, сухих и тонких Они шоркали и двигались медленно вверх и вниз А за дверью снова кто-то стоял и тяжело дышал Сначала Люба не могла даже пошевелиться Из-за ужаса, охватившего все ее тело Но потом, когда дверь начала медленно открываться Она громко закричала, закрыв глаза Мама прибежала почти сразу и обняла ее Ее ласковые руки гладили и успокаивали Любу А она все плакала и плакала, громко всхлипывая Потом она услышала мамин голос из родительской спальни Дочка, Любонька, что случилось? Почему ты плачешь? Если мама была в своей спальне все это время То кто ее так нежно гладил по голове? Я сидел за монитором компьютера и ждал когда начнется урок Я заранее его включил, потому что не хотел пропустить той веселухи Которая вот-вот должна была начаться Мой одноклассник Гришка дал ссылку приглашение на урок Какому-то челу из интернета И тот пообещал хорошо повеселить весь класс У него есть страница ВК и зовут его очень странно Кривой Урок начался, наша классная рассказывала что-то про революцию во Франции А Гришка сидел и хихикал Что-то сейчас должно было начаться Потом я увидел как Гришка изменился в лице Он уставился в монитор как будто пытался что-то разглядеть Ах! Потом я получил сообщение от него Ты тоже это видишь? Смотри экран Лидки За ее спиной Я глянул на экран где была Лида За ее спиной стоял какая-то жуткая кривая фигура Но похоже никто кроме нас с Гришкой ее не видели Голованов Терентьев Может вернетесь на урок? Уберите телефоны Видимо Ангелина Петровна заметила как Гришка строчит смски мне и Лидки Лида посмотрела назад но сзади уже никого не было И я тоже не заметил когда пропала эта кривая фигура сзади нее По классу поползли смешки и хихиканье Классная сердит и глянула на нас двоих и продолжила Не прошло и пяти минут эта фигура опять появилась на экране Она стояла за спиной Мишки Анопкина Гришка сидел с широко открытыми глазами и тоже смотрел на всю эту чертовщину Потом произошло то чего мы совсем не ожидали Он стал перемещаться между экранами Ходить за спинами моих одноклассников Я совсем не слышал что говорит Ангелина Петровна Думаю Гришка тоже Мы с ним следили за фигурой которая кривой мерзкой походкой Перемещалась из экрана в экран Никто кроме нас ее не видел Потом он куда то пропал Я незаметно написал Гришке что фигура ушла куда то Ее нигде нет Куда она делась Быстрее бы этот урок закончился Я глянул на монитор и тут я увидел что лицо Гришки стало еще сильнее напуганным Он пялился в монитор и ничего не говорил И даже не отвечал на мои сообщения Потом он что то написал Он сзади тебя Он сзади Он сзади Это история о молодом человеке Сотруднике большой и богатой корпорации Который возвращался поздно ночью домой Он шел по темной ночной улице И увидал сидящего на земле бездомного Опять сейчас будет просить денег Не дам ему ни копейки Чертовы бездельники Когда он проходил мимо бездомного Тот протянул ему свою трясущуюся руку В надежде получить немного денег И тут бездомный резко схватил его за руки И начал жутко смеяться, приговаривая Грязь! Грязь на твоих руках! Несмываемая грязь! отвали от меня сброд как ты смел трогать мою руку мои руки они грязные не мне надо смыть всю эту грязь они обе грязные теперь почему надо смыть надо смыть всю грязь в голове у него были слова этого грязного старика его безумное лицо парень так был обеспокоен чистотой своих рук что у него буквально сорвало голову в этот вечер он отдернул свои руки побежал домой придя в свою квартиру он первым делом оттолкнув жену побежал в ванную он включил горячую воду и стал мыть свои руки он мыл их уже десять минут и жена зашла узнать почему так долго но он крикнул на нее и закрыл дверь на замок сделал воду погорячее она обжигала его руки но он все тер и тер их мочалкой он не переставая мыл руки почти всю ночь и весь следующий день жена слышала из ванной его жуткое бормотание и странный смех и тут внезапно под вечер он вышел из ванны его лицо было бледным глаза ввалились внутрь а под ними проступили жуткие синяки оно было искажено страшной гримасой улыбка это тяжело было назвать теперь мои руки чистые я отмыл я отмыл их от грязи смотри возвращаясь поздно домой мужчина полицейский в отставке увидел очередное объявление о пропавшей девушке в этом городе люди пропадают почти каждый день вот еще одна бедняга совсем молоденькая он постоял возле объявлений так еще минут десять и пошел домой почему полиция сейчас такая беспомощная ничего не могут сделать без дари когда он шел по тротуару он заметил кого-то стоящего возле старой стены переулке эта фигура что-то очень ему напоминала да она очень была похожа на ту девушку с объявлений один в один только было что-то странное в ней но это была именно она та девушка что пропала буквально пять дней назад тебя ищут стой но фигура тут же скрылась за стеной он перелез через забор и побежал по темным переулкам за ней как же тут воняет куда я забрел я даже не знал что в этом городе есть такие глухие закоулки и тупики тут он снова ее увидел она стояла в самом конце переулка в тупике он огляделся вокруг и понял что забрел в очень странную давно заброшенную нормальными людьми улицу это был закоулок грязный наполненный смрадом старого мусора и всяким хламом на старом асфальте потом он вгляделся получше и увидел что за мусор его окружал вокруг него лежал не только старый хлам там было полно костей животных и похоже человеческих что это за место такое странная фигура стояла на конце этой жуткой улице в тупике и уже никуда не торопилась она просто стояла и смотрела на растерявшуюся мужчину потом он заметил какое-то странное движение прямо из головы девушки вылезла огромная мохнатая лапа насекомого больше похоже на паучью потом еще и еще и через минуту это была уже не та фигура безобидной девушки а жуткое месиво тараканях или паучных ножек шевелящихся в беспорядочном движении потом он увидел по-настоящему жуткое зрелище фигура превратилась в несколько жутких пауков которые разбежались во все стороны наступила тишина полицейский в отставке слишком поздно понял что это западня что так и пропадают здесь люди но скорее всего об этом уже никто не узнает и мой отец в начале восьмидесятых работал на стройке в москве они строили высотки работали в три смены ночью и днем и у них там ходила одна страшная байка которую он мне рассказал стройка и несчастные случаи тогда восьмидесятых девяностых годах были неразрывно связаны между собой но происходило это не по халатной невнимательности или несоблюдение правил безопасности а как он мне рассказывал из-за женщины с перевернутой головой с сначала он не верил местным рабочим они отговаривали его работать в ночную смену но ночная смена была по увеличенной ставке и он часто работал ночью несколькими другими выходцами из стран СНГ которым деваться было просто некуда и сначала он не придавал никакого значения этим байкам но за всего лишь одну единственную ночь он поменял свое мнение поздним вечером он поднимался по лестничным пролетам наверх на свой этаж краем глаза он заметил какое-то движение в соседнем здании он остановился и вгляделся в ночную тьму пролетов на краю стояла женщина это увидел и другой рабочий который поднимался вместе с отцом мой отец первым побежал в соседнее здание чтобы отговорить или схватить ее за руку напарник побежал за ним следом поднявшись на этот этаж он увидел что она все так же стоит на краю пролета отец окликнул ее и стал медленно приближаться когда он к ней подходил она резко повернулась в его сторону в начале он даже не понял что с ее лицом он увидел ее разинутую пасть и бездонные глаза но ее лицо было перевернутым кривой рот находился на лбу а глаза на том месте где должен был быть ее рот она так стояла и смотрела на моего отца и ему даже показалось что она смеется потом она снова повернулась в сторону улицы и тут забежал на этаж его напарник отец не успел его остановить так как все произошло очень быстро парень побежал в сторону этой страшной женщины и хотел схватить ее за талию но когда он схватил ее она сделала шаг в темную бездну и парень сорвался вместе с ней вниз отец слышал ее смех и крик своего напарника естественно когда он спустился проверить состояние упавших вниз людей он не увидел там никакой женщины на земле лежал только его знакомый по стройке приятель после этого мой отец работал на объекте только в дневную смену а когда желающих работать на ночную смену совсем не стало их бригаду расформировали и он уволился с этой стройки а тот объект на котором происходили регулярные несчастные случаи снесли якобы что он был построен с нарушением строительных норм меня зовут олег и я искал где можно заработать деньжат я вернулся с армии готов был взяться за любую работу в газете я нашел что ищет сторожа на ночь для школы номер 13 я сходил туда и меня без разговоров взяли может сказалось моя недавняя служба в армии оклад был достаточно высоким что меня даже насторожило сначала но директор уверил что оклад действительно будет такой как в объявлении все по-честному я согласился даже не думая мои обязанности входило патрулирование школы ночью внутри здания и в окрестностях исполнять свои обязанности я принялся сразу же в этот день не валяться же без дела дома чертовщина начала происходить в первую же ночь находясь внизу на первом этаже я часто слышал как кто-то бегает наверху коридоры у школы были длинные и я слышал этот шум очень отчетливо я уже обошел все классы с фонариком в надежде поймать этого хулигана но все безрезультатно камеры тоже ничего не показали в следующую ночь чертовщина повторилась только тогда я услышал плач плач женщины этажом или двумя выше я взял резиновую дубинку и фонарик и пошел наверх плач не прекращался кто здесь на третью ночь везде вырубил свет наверное выбило предохранители а они находились у входа в подвал после всего услышанного и увиденного идти туда совсем не хотелось схватив дубинку покрепче и вооружившись фонариком я пошел к электро щитку когда я подошел к двери подвала я почувствовал что за дверью кто-то стоит я медленно ее открыл я опять почувствовал что снизу на меня кто-то смотрит щиток был рядом прямо перед спуском вниз я постарался как можно быстрее проверить предохранитель но они были все в порядке я убежал в свою сторожку и просидел там всю ночь до утра кто или что бродит по ночам в этой школе мне узнавать даже не хотелось на следующий то есть третий день буквально я просто уволился и только потом я понял почему такой большой оклад у охранников этой школы они просто убегают отсюда через несколько дней вахты и ничто не может их здесь больше задержать кроме большой зарплаты студентом я заселился в коммунальную квартиру точнее это не совсем была коммунальная квартира это был старый кирпичный дом сталинских времен с большими потолками толстыми стенами и огромным метражом восьмидесятые девяностые такие квартиры часто заселяли по несколько семей и большая часть из них превратилась в такие общие квартиры на несколько хозяев вот одна из комнат освободилась и я заехал туда квартира была трехкомнатной в одной жила старая женщина а жителей другой комнаты я никогда не видел началась учеба и я перестал обращать внимание на все что меня от нее отвлекало дверь моей комнаты выходила в коридор и я обычно закрывал ее на ночь но сегодня женщина куда-то уехала и дверь я оставил открытой было довольно душно ночью в другой комнате была полная тишина должно быть они уехали вместе я часто видел как женщина ходила к ним в гости в комнату ночью я долго ворочался и не мог уснуть мне постоянно что-то слышалось из коридора какая-то возня чья-то ходьба или даже дыхание я проспал наверное не больше сорока минут не знаю что меня разбудило но я почувствовал что на меня кто-то смотрит я развернулся на кровати и глянул в коридор я страшно перепугался и поначалу старался не двигаться я не мог понять сон это было или нет я решил медленно встать и закрыть дверь когда я ее закрыл я снова сел на кровать сон как рукой сняло сердце бешено колотилось и казалось бы все прошло но тут я услышал расскажи мне сказку я увидел как дергается ручка моей двери дверь задерглась сильнее расскажи мне сказку дверь с грохотом открылась но за ней никого уже не было я слышал как дверь в соседней комнате закрылась должно быть эта сумасшедшая ушла в свою комнату на следующий день я прождал соседку с утра до вечера чтобы рассказать об этом случае но она так и не вернулась я поставил новый дверной замок и закрыл дверь на ночь посильнее расскажи мне сказку расскажи мне сказку расскажи мне сказку покрытую комнату чтобы высказать этой сумасшедшей все что я думаю о происшествии ночью но там ничего не было вообще это была старая заколоченная комната зачем сюда ходила соседка и с кем она тут смеялась я узнавать уже не хотел естественно в этот же день я не стал дожидаться соседку и свалил с этой чертовой квартиры в руках прошло уже три года с того случая в деревне а в пианили прошло уже 3 года с того случая в деревне Колодец был давно закопан, а о том существе ничего не было слышно. Мы шли с Владом вдоль реки. Весь день стояла жара, и мы ходили купаться. День клонился к вечеру, и уже немного стало темнеть. Тут Влад что-то заметил на противоположном берегу. Кто-то или что-то лежало на камнях. Мы подумали, что это мог быть человек, которому нужна была помощь. Поэтому, не задумываясь, перешли на другой берег. Там лежало это огромное дерево, и мы часто по нему ходили. Перебравшись на другой берег и вглядевшись в то, что лежало на земле, мы поняли. Это совсем не человек, но это какое-то существо. Сразу вспомнилась та жуткая картина с нашего детства. Эта костлявая рука с колодца, который вцепился в голову Владу, стала не по себе. Влад тоже остановился. Мы сидели за корнями этого дерева и наблюдали. Оно не шевелилось. Потом Влад кинул камень. Тишина. Тогда мы решили подойти ближе и сфоткать эту штуку. Она не реагировала на нас и должно быть давно уже была либо мертва, либо без чувств. Медленно приближаясь, я чувствовал, как все сильнее и сильнее бьется мое сердце. На земле лежало нечто бесформенное. Оно было одновременно похоже на помесь животного человека, абсолютно без шерсти. В этот момент яркая вспышка телефона Влада ослепила все вокруг. Похоже, он забыл выключить ее. Я почувствовал сильный удар по ногам и упал, а Влад отскочил. Потом услышал истошный нечеловеческий душераздирающий крик. Влад схватил меня за руку и уже через мгновение мы бежали сломя голову. Я слышал, как за нами кто-то бежит, криклое дыхание какого-то существа. Неужели это был он, Рейк? Как он выбрался из колодца? Мы заметили старую ветхую лачугу, не задумываясь, забежали туда. Дверь подперли какой-то палкой. Тут я заметил, что это не совсем дом, это был какой-то старый вход в шахту. Наступила тишина. Мы боялись дышать. Тут услышали, как кто-то или что-то пробежал рядом, потом остановилась. Оно ходило под окнами и тяжело дышало. Потом снова наступила полная тишина. Я почувствовал дуновение холодного ветра за моей спиной, какой-то хрип или рычание. Глаза постепенно привыкали к темноте, и мы увидели за спиной огромный зияющий проем шахты. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...